Это сейчас они неловко толкутся в узких проходах. В будущем все изменится. Ученики юридического класса и кадеты превратятся в правоохранителей военных, а потому явят обществу дисциплину и выправку. Натренировать выдержку помогут сотрудники СОБРа. Они показали ребятам видео с работой подразделения в реальных условиях раз, поведали о погибших сослуживцах два, три, уточнили, чем отличается СР-1М от СР-1. Тем, что, допустим, если на затворную задержку ставишь, потом в магазин с патронами вставляешь, он автоматически досылает патрон в патронник. Пистолет из Течкина, Макарова, Ярыгина, снайпер Кудрагунова, магазинный гранатомет. Все это бойцы не только показали, но и дали поддержать. Оружие хорошее. Хорошее? Да, я, наверное, пойду в СОБР. Или как это называется правильно? В военные силы. Настоящий ажиотаж у школьников вызвало разрешение не поддержать оружие, а сфотографироваться с ним. С позволения бойцов они делали это снова, снова и снова. Непосредственно в спецназе я служу 15 лет. Прежде всего, как бы не банально это звучало, это любовь к родине. Я патриот своей страны, я горжусь, живу в России, служу в России. Ну и авантюризм, наверное. Оружие этот авантюризм только подогревает. А потому демонстрация пистолетов соблазнит школьников на службу в органах. Так считают сотрудники СОБРа. Впрочем, некоторым их хитрые методы не нужны вовсе. Стать правоохранителями близнецы Богдановы решили сами, безо всяких там экскурсий. Нас никто не засталял, пошли сами. Просто смотрели на своего деда, на свою маму, брали пример с них. Ну, как-то с детства, знаете, воспитали себе патриотизм, как-то гордость за Россию. Хочется служить ей, хочется защищать ее. Наталья Бернацкая, Михаил Величкин. Программа «Город».